Пошли, Маш, не отставай. Нас ждут приключения. Мы на островах. Еле доплыли. Доброе утро, друзья. Это Орел и Решка. И мы наконец-то добрались до островов Кука. Это как раз те острова, где съели Кука, правильно? Маша, не позорься. Кука никто не ел. Ты что? Нет, конечно. Кук похоронен у берегов Гавайев, а здесь живут добрые, позитивные люди и не едят других людей, Маша. Ну прекрасно. И единственное, что тебя здесь может покусать, это цены. А, ну это мне не грозит, но у меня здесь будет самый лучший репеллент. Экономия? Золотая карта, Коля. Какая дерзкая, а? Воспитали на свою голову. Орел. Решка. Наконец-то в моей жизни начинается золотая полоса. Давай карта. Держи рюкзак. Зачем мне рюкзак, Коля? Маша, держи рюкзак, я тебе достану карту, она здесь. Спасибо. Пожалуйста. Почему именно здесь, где так дорого у меня рюкзак? Кука не Кука, но походу на этом острове мне придется кого-то съесть. Острова Кука – это 15 маленьких островов посреди Тихого океана. Солнце здесь всегда ласковое, вода теплая. А еда сама падает к ногам. Здесь живет беззаботный народ, который считает свой дом раем на земле. И с ними сложно не согласиться. Встречайте! Самый морской сезон «Орла и решки». По старой доброй традиции, я отправился менять свои 100 долларов. Но оказалось, все не так просто. В аэропорту острова Раратонга есть только банкоман и ни одного обменника. Все дело в том, что на островах Кука ходят новозеландские доллары. А так как прилетают сюда в основном через Новую Зеландию, то туристы заблаговременно меняют деньги там. Остров Раратонга небольшой и практически круглый. Поэтому тут ходят всего два автобуса, которые так и называются по часовой стрелке и против часовой. Поэтому на какой бы я ни сел, я все равно приеду туда, куда мне нужно. Вопрос только, как быстро? Ходят автобусы каждые полчаса. Именно за такое время можно объехать весь остров. Слушайте, ну какой вообще вы сказочный человек водитель? Я говорю, можно я вам потом отдам деньги? Он говорит, так, посадитесь так. Здесь люди добрые, отзывчивые. Я аж вдохновился, знаете. Раратонга, по сути, маленький островной ПГТ. Любое здание здесь не выше кокосовой пальмы. Поэтому и машинка у меня будет маленькая, я бы даже сказала микроскопическая. А, точно. Это же левостороннее движение. Опа! Ниссан микро, кабриолет. На острове, где самый популярный транспорт – велосипед, такая малышка просто шик. Уху! Мягкая подвеска, коробка-автомат и кожаный салон. А что еще нужно для комфортного и приятного путешествия? Вообще ездить на кабрике по острову – это же просто дичайший кайф. Солнышко, прохладно, ветерочек. Класс! Смотрится, наверное, красиво, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оказалось, что обменять деньги в столице островов Кука Аваруа можно только в одном месте. Здесь входят две валюты. Первая – это новозеландский доллар, а вторая – это доллар островов Кука. Я хочу свои 100 долларов поменять на доллары островов Кука. Потому что новозеландские я уже видел, а такие еще нет. За свои 100 американских долларов я получил 144 доллара островов Кука. Посмотрите, какая пачка от души, а! А знаете почему? Потому что у островных долларов бумажный номинал есть только 3 доллара. Зато с монетами смотрите какое разнообразие. И один доллар похожий на ромашку. И треугольные 2 доллара. И огромные 5 долларов. Красота. Остров хоть и небольшой, но обойти его вдоль и поперек никаких ног не хватит. Поэтому возьму велик. Так, сейчас мне нужно выбрать велосипед. Слушайте, ну что тут выбирать? Посмотрите, посмотрите на этих задохликов. Вот то ли дело этот красавчик. Сразу видно, какой велосипед только от бабушки вернулся. Смотри, какие у него колесики, а! Велосипеды с такими толстыми покрышками называются фэтбайки и предназначены для комфортной езды по камням, высокой траве и песку на пляже. То, что мне и нужно. Велосипедов Макука – результат извержения мощного вулкана. Он поднял дно Тихого океана и разбросал его осколки, которые стали 15-ю островами. Живут острова за счет туризма и продажи кокосов и цитрусов. Здесь нет ни заводов, ни фабрик. А все продукты и товары завозятся из Новой Зеландии. Поэтому и цены на них высокие. Так как острова маленькие, то даже столица здесь выглядит как большая деревня. Вот представьте, я еду сейчас по центру столицы государства острова Кука. Неизвестных сетей фастфудов. Вообще какой-то не центровой центр, а? Не центральный. Все главные административные здания города находятся на одном пятачке. Суд, почта и эмиграционная служба. Населяет остров коренной народ Маори. Полненькие, улыбчивые и приветливые люди. Местные очень интересные вообще, они настолько расслабленные, какие-то кайфушненькие. Да и чего им напрягаться? На островах круглый год лето, здесь нет ни диких зверей, ни ядовитых змей, насекомых. Еще и населения немного, места хватает всем. И, кстати, собственно говоря, в воскресенье, у них в принципе запрещено здесь что-либо делать, даже насколько я слышала, самолеты не летают. Мне кажется или… Я уже была здесь 40 минут назад. Вот объездила весь остров. Ну и что тут еще делать? Ух ты! Тот самый автобус! Наконец я смогу рассчитаться. Слушай, очень удобно. Все на острове друг друга знают. Я подошел к человеку, он знает Эдди и передаст ему деньги. На острове Раратонга есть три достопримечательности. Вот вас наверняка волнует, что же это я езжу вокруг да около, а? А я вам скажу. Между прочим, это одна из главных достопримечательностей островов Кука. Камень Папейха. Поставленный в честь проповедника, который принес на острова христианство и обратил Маори в эту веру. Следующее знаковое место. Это единственный на островах профессиональный футбольный стадион. Вы знаете, острова Кукчане очень гордятся своей футбольной сборной. Ведь однажды она даже вышла на международный чемпионат. Правда, проиграла сборная Таити со счетом 30-0, но это разве проигрыш? Вот 5-0 это проигрыш, а 30-0 это легенда. А сейчас я вам покажу главную достопримечательность островов Кука. Это семь пальм, которые выросли из одного семени. Прям пальм Горыныч. Чудеса! По легенде, это семя подарил сам Бог, чтобы жители островов никогда не знали голода и жили в достатке. В смысле? Здесь должны были быть семь пальм, которые Бог посадил на радость людям. Выросли высокие, красивые, одинаковые. Ну, это не они. Не может быть такого. Пеньки. Представляете, пеньки вырубили. То есть Бог посадил, а они вырубили. Оказалось, пальмы были уже такие высокие и старые, что их просто-напросто срубили. Чтобы они ненароком не прибили кого-то. А на их место посадили новые. Я думал, сейчас приеду, покажу вам чудо, сам увижу чудо, вместе обрадуемся чуду. А нет, нет чуда. Никакого чуда. Последний раз так расстраивался, когда сказал отец, что Деда Мороза нет. Как вы поняли, на острове состоятельному туристу заняться категорически нечем. Вот я и решила кардинально поменять свой отдых в этот уикенд и отправиться на соседний остров Айтутаки. Поскольку частных самолетов тут нет, пришлось взять рейсовый. Айтутаки – это атолм, который состоит из одного большого и десятка маленьких островков. Именно сюда едут отдыхать все богачи. Здесь тенистые пальмовые рощи. Кристально чистая вода. И самые солнечные пляжи. А где солнце? Вот тебе и на. Называется, сбежала от скуки. Надеюсь, распогодится, да и не возвращаться же назад. Главное достояние острова Раратонга – это его пляжи. Сейчас все их и посмотрим. Пляж Мури. Белый песок, спокойный океан. На берегу кафешки и бары. Есть все для отдыха. Вот народ и приезжает сюда с семьями. Самый популярный пляж среди туристов. И видно. Следующий пляж – черный камень. Он и впрямь весь утыкан огромными черными валунами, застывшей лавой. Кроме неописуемой красоты он таит в себе легенду. Жители Раратонга верят, что отсюда на небеса отправляются души умерших. Пляж красивый. Для фотографий вообще самое оно. Можно сделать обложки для всех журналов. Но купаться здесь не очень. Поэтому я пойду себе выберу для купания другой пляж. И, наконец, самый красивый пляж острова – Титиковека. Встроенный ряд пальм, белый песок и прозрачная лазурная вода, через которую видны коралловые рифы на многие метры вперед. Действительно, самый красивый пляж на острове. Просто музыка. Мне кажется, это идеальное место, чтобы померять смазку. Спрятаться от непогоды я решила… под водой. Поэтому по прилету сразу отправилась на дайвинг. Тем более, лагуна Айтутаки считается лучшим местом для погружения в регионе. Три, четыре, два, три. На пляже Титиковека меня ждало разочарование. Сколько я не бултыхался под водой, рыбок толком и не увидел. Только рифы и водоросли. Эх, Коля, Коля, ты просто не знаешь главного секрета. Дайвинг на островах Кука отличается от любого другого. К рыбкам здесь надо приходить не с пустыми руками, а с угощением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На фрукт стаей слетаются наглые рыбки-бабочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резвые сержанты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скромные хирурги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И смешные рыбы-единороги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они совершенно не боятся людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, кажется, сейчас съедят меня вместе с кокосом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, с рыбками мне не повезло. Зато я успел на самое популярное развлечение на острове. Во всех путеводителях и официальных промо-роликах страны наблюдение за садящимися самолетами указано как один из главных видов развлечений. Класс! Реально, смотри, он летит прямо на меня. Такое ощущение, что я смогу дать 5 пилоту, если попрыгну высоко. Уху! Давайте поприветствуем самолет! Самолет! Ну, на самом деле, очень сомнительное развлечение. Слушайте, ну, есть чекпоинт, все, я пришел, понаблюдал за самолетом. Ну что, все развлечения на острове я перепробовал. Пора и подкрепиться. А где дешевле всего перекусить на дорогих курортах? Правильно, на местном рынке. Сейчас посмотрим, чем же питаются местные. Так, жирные хот-доги, шашлыки в масле и жареные оладьи с толстым слоем крема. Сплошное царство повышенного холестерина и целлюлита. А я-то думал, что же они все такие плотненькие, если на острове растут только кокосы и еще кое-какие фрукты. А вот он этот очаг зла калорийного. Субботний рынок. У них тут одни хот-доги, булочки пережаренные, какие-то куски курицы жирные-жирные. Понятно все. Нет, я такое есть не буду. Для тех, кто ищет здоровую пищу, единственный вариант – ларек с фруктами. Бананами, манго, папайей. Тут же какой-то хелси сюрприз. Его и возьму. Я хочу хелси сюрприз. Итак, что же входит в мой здоровый сюрприз, а? Хорошо прожаренная курица, хорошо так в масле, знаете, как будто бы ее воспитывали в масле, а потом только жарить начали. Салат, да. Здесь не к чему придраться. Салат, да, действительно тут. И рис, а также кетчуп и майонезище. Просто майонезные моря здесь разливаются, как океан вокруг острова Фук, а здесь майонез вокруг моего хелси сюрприз. Чувствуется масло на мясе. Привкус немного сладковатый. Либо из-за соуса, либо они тут еще сахара лупанули. В калориях ограничений нет. Порция настолько огромная, что даже такому парню, как я, тяжело справиться. Очень сытно и на самом деле вкусно. Идеальный вариант для бэкпекера. За 12 долларов поесть, как будто бы они сюда первый, второй, третий компот все вместе вложили. Вечером я приплыла на остров-отель Айтутаки Резорт и Спа. Тут я и собираюсь поселиться. Ух, ну такая обычная острова. Главная вилла. Но может быть она завтра утром будет выглядеть совсем по-другому? Там будет океан, солнце, пляж. Да. Чтобы туристы совсем не заскучали, на острове есть одно ночное развлечение – тур по барам. По острову ходит специальный автобус – дринкин бас, который может тормознуть каждый желающий. Услуга стоит 30 долларов, и суть ее проста. Вас возят по барам, где вы пьете и веселитесь. В каждом баре дают бесплатно по одному коктейлю. Ну, закуска. Халявная еда. Да ни в одном ресторане за 30 долларов меня бы так не накормили, а? И таких баров в сегодняшнем списке 6 штук. Поехали, пока! У-ху! 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 Смотрите, какие порядочные люди. Где подобрали, там и высадили. Теперь осталось найти, где переночевать. На острове Айтутаки есть одно экстремальное развлечение для богачей – охота на гигантского кокосового краба. Кокосовые или пальмовые крабы – одни из самых больших ракообразных в мире. С виду эти существа похожи на огромных пауков или чудовища с фильмов ужасов. Не брезгают ничем и частенько нападают на птиц мелких животных. К сорока годам вырастают до полуметра. Могут весить до пяти килограмм. Кокосовые крабы живут в джунглях и выходят на охоту ночью. Найти краба могут только опытные проводники, которых я и наняла. Больше всего этот краб любит мякоть кокоса. Чтобы ее достать, он буквально разрывает плод своими мощными клешнями. Ими же он может легко отрезать вам пальцы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Осторожно! Не-не, не трогай. Он обычно сидит сверху под пальмой или на ней. Вот так поворот. Он еще и сверху может напасть. А-а-а! Что это? Да, все нормально. Это просто листок. Не бойся, они не прыгают. Ты сразу его заметишь. Это прекрасно. Но здесь вообще ничего не видно. Даже ноги, я не знаю, свои. И вот наконец, спустя час напряженных поисков, мы нашли детеныша кокосового краба. А-а-а! Вау! Офигеть! Он голубой прямо. И трещит. Во! Это очень страшно его трогать, потому что его нужно ловить правильно, иначе он может просто отрезать клешнями пальцами. Смотри, как я его держу. Два пальца спереди, а один сзади. Попробуй. О-май-год, о-май-год! А-а-а! Кто охотится за кокосовым крабом? Я-а-а! По словам охотников, несмотря на свой угрожающий вид, мясо кокосовых крабов очень вкусное. Я хочу забрать краба с собой. Хочу попробовать, какой он на вкус. Потому что я люблю кокосы. Да, без проблем. Ну вот, меню на завтрак я себе уже продумала. Самое дешевое койко-место на острове в хостеле стоит 70 долларов. 70 долларов! Это практически весь мой бюджет. Я не готов платить такие деньги за то, чтобы переночевать. Ну и не нужно. Потому что здесь есть гамак. А у меня есть все, что нужно для комфортного сна в гамаке. Подушка. И плед. Шикарно. Шикарно. Ну, а люди здесь на острове ведь добрые, добрые. Поэтому, может быть, хозяева виллы, которая принадлежит этот гамак, меня не выгодят. Приятных снов. Одно единственное желание на завтра одно. Ну пусть будет солнце, пусть будет солнце. Коля, ты что ли меня так сглазил? Ну нельзя так завидовать. Выключи дождь. ПОДПИСЫВАЕТ КОНЕЦ Собака, доброе утро! Спасибо собаке, что разбудила меня. Поэтому я успел встать пораньше, чем хозяева виллы. С утра оказалось, что терраса моей виллы выходит прямо в океан. Ура! Солнце! Вид открывается настолько прекрасный, что чувствуешь себя хозяином жизни, кинозвездой или повелительницей стихии. Заказало себе солнце и вот она играет лучиками в лазурной воде. В воскресенье утром на острове все закрыто. И людей практически не встретить. А все почему? Потому что все здесь, в церкви, на воскресной службе. И я тоже не буду отставать. Воскресная служба для местных жителей как праздник. Женщины надевают нарядные платья и шляпки. Мужчины – лучшие рубашки. Все собираются и поют псалмы. Если бы у нас по воскресеньям в церкви так вот люди собирались от души попеть, освободить все то, что накопилось внутри, то, возможно, в караоке никто бы не ходил. Но я пришел сюда не попеть, а покушать. Дело в том, что каждая воскресная служба заканчивается фуршетом. Постояльцы церкви приносят все самое вкусное и накрывают стол. Какой роскошный стол, а. И для такого бэкбекера, как я, это значит бесплатный завтр. Все меня хотят накормить. Такое ощущение, как будто я к бабушке приехал на каникулы. Извините, я не понимаю, что ты говоришь? Я сказал, что все хочет что-то я ем. А, да, да. Хорошо, тогда ем. Ем. Чего тут только нет. И бутерброды, и крекеры, и сосиски, и блинчики, и арбуз, папайя. Если знаешь, куда ходить, на островах Кука, ты никогда не останешься голодным. А богатому туристу, чтобы позавтракать, под церковью стоять не надо. Меня уже ждет мой кокосовый краб. Ооо, какой красивый. Ты чего? Мясо кокосового краба считается афродизиаком. И это один из самых редких деликатесов в мире. В большинстве стран кокосовых крабов не то что есть, даже ловить нельзя. Но не на островах Кука. Это одно из немногих мест на земле, где вы можете попробовать этого великана. Он невероятно нежный. Мягкий. И вот пропитанный вот именно этим сливочно-маслянистым кокосовым таким чем-то. Молоком. Неудивительно, ведь его любимое лакомство – это кокос. Он прямо сладкий. Потрясающе. Теперь самый ответственный момент. Пробуем самое вкусное, что только есть в кокосовом крабе – хвостик, узико. По словам вчерашних краболовов, именно сюда краб запасает кокосовую мякоть. Оно вытекает. Сейчас у меня возникают сомнения, а может быть я что-то перепутала и это вообще не едят? Просто похоже на крабьи фекалии. Как это образительно выглядит. Ладно-лада, я должна, я должна, это мой долг. Кокосовый соус. Это невкусно, нет. Это вообще невкусно. Это вот это вот месиво, которое в раках и крабах есть, которое удаляют и не едят. Нет, нет, нет. Есть на острове Раратонго еще одно уникальное место – исцеляющий источник. И, говоря, дорогу к нему может показать только один человек. Приветствую, я Николай. Я Па. Знакомьтесь, местный шаман Па. Держись крепче. Мне кажется, приключения будут очень насыщенными и интересными. Я пока не понимаю, что происходит, но происходит явно что-то крутое. Мы направились прямиком к таинственному источнику. Находится это место высоко в горах, спрятанное от посторонних глаз за дремучими джунглями. Ба знает эти джунгли как свои пять партий. Ведь он в них вырос. У меня не было друзей, не с кем было играть, поэтому я приходил сюда. Да. Джунгли ваш друг? Да. В джунглях я отдыхаю душой. Ты как Маугли. Но без животных. Маугли сирота такой. А сколько тебе лет? 73 в августе будет. 73? Вау, вы не выглядите на 73. Па утверждает, что джунгли это как огромная аптека, где местные растения способны вылечить любой недуг. Если у меня болит голова, что может мне помочь? Чеснок, лимон, имбирь, чеснок, имбирь, лимон и перец чили. Можно найти в джунглях? Да, конечно можно. Если у меня депрессия, что делать? Отдохни от работы. Как за душу взял. А для мужской силы есть что-нибудь в джунглях? О, у меня с собой есть. О, латшоу. Хоть что-то. Это как виагра. Вот, вот, я понимаю, наконец-то мы попробуем медицину. Я правда не знаю, что сейчас с этим буду делать, но как бы… Много людей этим пользуются. Да, это лучше доктора. А что это? Это Миро. И что с этим делать? Смешать его сок с кокосом и выпить. Смотри, это плод женщины. Это мужчина. Значит, женщина, потри их между собой. Вот так надо? Да, вот так. Я заберу это с собой. Мне скоро домой ехать как раз. А где ты учился медицине? Все свои знания я черпаю из космоса. За свою жизнь я не прочел ни одной книги. Но я понимаю язык джунглей и могу общаться с духами. Они помогают. И это как я получил это сейчас. В лагуне Айтутаки есть место, посетить которое своим долгом считает абсолютно каждый турист. Необитаемый остров в виде ступни. Единственное здание здесь – почта. Местные сюда приплывают, чтобы отправить посылки. А для туристов это обалденное развлечение. Можно отправить открытку своим родным и друзьям. Привет. Вы открыты? Да, мы уже работаем. Реально можно отправить открытку отсюда в любое место по всему миру? Да, дорогая. Выбирай любую открытку. Покупай марку и можешь отправить в любой уголок нашей планеты. Ради такого забавного сувенира туристы приезжают на остров просто толпами. Но самое прикольное – это печать в виде ступни, которую вам вставят в паспорт. Она означает, что вы стали одним из немногих туристов, которые побывали на этом отдаленном острове. А здесь еще и песню споют в конце. Потрясающе. Наконец, спустя час добираний по диким джунглям мы вышли к тайному источнику. Я думал, мы будем пробираться сквозь джунгли, отпугивая от себя диких животных. И доберемся до какого-то дикого-дикого водопада, который является жемчужиной этого острова. Я просто растаю от восхищения. Оказалось, все мне не так. Оказалось, сюда можно до этого водопада не только пробраться через джунгли, а еще и доехать. Просто с другой стороны здесь большое количество туристов. И как же этот водопад лечит? Он исцеляет тело и душу. Заходишь в воду и сидишь там как можно дольше. И вода вылечит любые болячки. Посмотрите на этих детей. Видно, они очень болеют, потому что они не вылезают из воды. Прям в профилактории. Слушай, ну может самому попробовать? Ребята, что же вы так прыгаете-то, а? Вода же целебная. Слушайте, ну я себя чувствую прямо оздоровившимся. Холестерин понизился, давление пришло в норму, цвет лица здоровенький. Главное, чтобы теперь меня никто из военкомата не встретил. А остальные все детали. Уважаемые пассажиры, прячу бутылку со 100 долларами в автобусе, который отходит от заброшенного отеля Шератон в прошлое. Так, что кладоискатели из будущего? Поторопитесь, садитесь в свою машину времени скорее. Чтобы отыскать 100 долларов от Орла и Решки, отправляйтесь на остров Раратонга на пляж Аруа в заброшенный отель Шератон. Отыщите на его территории останки автобуса. Там, под задними сиденьями, в днище машины и спрятан наш клад. Удачи! На первый взгляд кажется, что острова Кука – это царство бесконечной скуки, безделья и лени. Ну и что тут еще делать? А местные развлечения вызывают у бывалых путешественников лишь улыбку. Есть чекпоинт, все, я пришел, понаблюдал за самолетом. Обычная островная вилла. Но если очень захотеть, то и здесь можно оторваться на славу. Причем туристу с любой глубиной кармана. Ооо, какой красивый. Тут происходит явно что-то крутое. Кто охотница за кокосовым крабом? КОЛД РИП КОЛД РИП ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коля! Привет, Маша! Привет! Это что за встреча на фудкорте? Ты проголодался? Не ел ничего. Маша, здесь невозможно проголодаться. Ты ее собрался съесть? То есть ты разжилась финансами и усыновила себе ребенка. Ты пойми, если в следующем городе золотая карта выпадет мне, вы будете тупо погибать в бедности, Маша. Не надо. Ты думала об ответственности за сезон, а? Не надо. Рассказывай лучше, как ты тут поел, скажем так. Я отлично, Маша. Вот таких вот кушал. Здесь, куда не пойдешь, везде тебя кормят. Люди добрые. Хочешь переночевать, пожалуйста, гамаки на пляже. Море без лимит. Идеально. Здесь бюджетный турист не просто выживет, он здесь будет счастлив. А знаешь, а я думаю, что и не только бюджетный, и любой турист здесь будет счастлив, потому что на островах Кука отдых уникальный. Это краби-бега. Смотри, дети. Можно ловить кокосового краба ночью на диком острове. Ну это же просто счастье какое-то. Чей ребенок такой, ребята? Идем. Кто потерял? Кто ребенка потерял? Кто потерял? А вот и все. Редактор субтитров А.Семкин